А что дальше? Отменят пенсии? Вопросов много и в головах, и на плакатах. Причем вполне справедливых. Где будет работать молодежь? А кто захочет набрать команду специалистов в возрасте 60 плюс? Днем на площади Ленина в Иванове прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Надо уже говорить. Потому что я считаю, что в нашей стране самое главное, дорогое, это терпение людей, но оно может кончиться. И нужно уже что-то говорить. А иначе это у нас так и будет продолжаться. Мне не народа ноль. И жизнь обычного человека не стоит ничего в нашем государстве. По итогу все желающие могли поставить свои подписи под обращением с просьбой провести широкомасштабное публичное обсуждение данного вопроса. Взвешенных решений ивановцы просят от президента, правительства, федерального собрания и других органов власти. Правосоюзы настаивают на предварительном всенародном обсуждении этих предложений, путей их реализации и социальных последствий. Такая же установка звучит из уст нашего президента Путина. Только после коренного изменения экономической ситуации в стране можно будет возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста. Многие, по мнению собравшихся, свои пенсии так и не увидят. Не так-то просто отдаваться с энтузиазмом делу, когда есть проблемы со здоровьем. А после 50, уж тем более после 60, они почти неминуемы. У женщин так вообще свои биологические часы, которым указы правительства не указ. Я, конечно, еще не в этом возрасте, но у меня много знакомых, которые говорят, что даже в 55 еще ничего, женщины, а в 58 уже. Есть особенности женского организма, как называемый климакс, который тоже не просто так обходится женщинам. Поэтому, наверное, им нужно сохранить пенсионный возраст в размере 50-55 лет. А мужчины у нас просто рано умирают. Правительство пытается решить экономические проблемы за счет граждан. Вот, пожалуй, основная мысль этого мероприятия. Светлана Короткова, оператор мотального оборудования предприятия «Родники текстиль», наиболее эмоционально раскрыла эту тему. Суть ее этой реформы – отнять, отнять у самых обездоленных части нашего населения ту небольшую денежку, которую они имеют, и отдать таким же ее обездоленным. А они там наверху, это зажиревшая бюрократия, чиновничья, олигархи, будут также продолжать жировать и обогащаться за наш счет. Я против этой реформы, потому что она убьет мою подругу-доярку, которой сейчас 50 лет. И она не знает, хватит ли ей сил доработать до 55 лет. А ей наше правительство, народное ли оно, не знаю, оно против своего народа, хочет добавить еще 8 лет. На четверг в Иванове согласовали сразу два митинга против повышения пенсионного возраста. После профсоюзов свой протест выразили справедливо-россы.